Если вы когда-либо задавались вопросом о сексуальной жизни сиамских близнецов, человеческое любопытство может взять вверх. Каким образом они переживают близость? Встречаются ли они с разными партнерами или с одним? Каковы процедуры согласия и соития? Рассмотрение сложной сексуальной жизни близких родственников может вызвать интерес. Одно ясно, сиамские близнецы, как и другие люди, могут наслаждаться сексом с самого начала письменной истории. Однако иногда этот вопрос усложняется. Рынок знакомств для сиамских близнецов невелик, но он больше, чем раньше, благодаря медицине. Сиамские близнецы рождаются только один на 100 тысяч рождений, что составляет примерно 1400 в год. Третий из них умирает в течение суток после рождения, многие другие умирают до своего первого дня рождения. Вы не будете тиндером, щелкающим по десяткам сиамских близнецов в вашем городе. Существуют различные типы сиамских близнецов. Что касается темы секса, наиболее убедительным примером является тип Эбби и Британи Гэнсли, у которых было собственное реалити-шоу Эбби и Британи. Это диофициальные парапагические близнецы, у которых в основном отдельные органы, выше талии и те же органы ниже талии. У них есть несколько отдельных жизненно важных органов, отдельное сердце, желудок, позвоночник и спиной мозг, но общие руки, грудь, грудная клетка и ноги. Они обе учились в колледже, имеют степень бакалавра и считаются одним из самых успешных сиамских близнецов в мире. У парапагических близнецов обычно есть красная линия, которая разделяет ощущения с обеих сторон, пока вы доберетесь до области талии. По сути, в сексе с сиамским близнецом вы будете иметь дело с общим половым органом. В общем, означает, что оба члена пары могут достигнуть оргазма одновременно. Если предположить, что каждый из сиамских близнецов поддерживает отношения с другим человеком, то даже во время поцелуя происходит выделение гормонов удовольствия, которые передаются обоим. В этом случае вам нужно смириться с тем, что второй партнер также может приносить обоим сексуальное удовольствие. При встрече с сиамским близнецом необходимо получить согласие обоих партнеров, поскольку каждый из них считается отдельной личностью со своим собственными правилами. Это не просто случай. Получи один, второй в подарок. Давая согласие, есть вероятность услышать стоны удовлетворения обоих партнеров одновременно. Секс сиамским близнецами сложен. Не все 50 на 50. Одному близнецу может быть холодно, а другому тепло. Их гормоны могут быть несинхронизированы. И человек может быть не в настроении для секса. Они могут даже не разделять одну и ту же сексуальность. Что создает еще один набор проблем для потенциального любовника. Ну что ж друзья, напишите в комментариях был ли у вас опыт с сиамскими близнецами или может быть хотели ли вы попробовать с ними. Не забудь подписаться и поставить лайк. Всем пока!